Привет, друзья! Сегодня у нас интересный день, где мы будем сравнивать эндуро-велл и трейл-велл. И в этот раз я на эндуро-веле, поэтому я буду наслаждаться, а антопель будет страдать. Я взял себе вот такой вот ванциксти в топовой комплектации. Это ванциксти 7000, но она как бы топовая, но не совсем. То есть это для людей, которые хотят себе велл уже на кашимах, но при этом не платить 10 тысяч долларов, как обычно это происходит. То есть здесь это будет 5,5 примерно тысяч долларов. Получайте карбоновый велл, двухподвес на хорошей комплектации. Тут стоит XT, переключение тоже XT с большим блином, а из технологии все, что нужно. Турбин Рейсфейс не топ, но довольно-таки неплохо. И, конечно же, кашимы. Вот ради этого и стоит взять этот велосипед. Сейчас едем на подъемник и будем тестить оба вела. Топель же себе взял ванфоти. Это 900-я модель, которая топовая. Она алюминиевая, их карбоновых, если что не бывает, сразу наперед скажу. Здесь стоят XT, если я не ошибаюсь. Все XT по кругу. Здесь тоже стоит все XT, но здесь не кашимы. Вилка Пайк и Делюкс задняя Морт Рокшокс. Другой велосипед стоит около 4,5 тысяч долларов. Он чуть-чуть бюджетнее, но в основном это за счет того, что здесь нет кашимы. И в целом он не карбоновый. Но основной интерес это сравнить сейчас на склоне два этих вела, насколько Антопелю будет удобно на нем ехать. Он прямой катит гораздо лучше, чем в антиксе. Вот именно гораздо лучше. Я прям ехал вообще не напрягался. По прямой я скажу, что я тоже не напрягался. Но только торчок небольшой вверх пошел, тогда стало сложно. Тебе на торчке было сложно наверх по асфальту ехать? А вот мне было сложно. Поэтому наверх, конечно, это едет значительно лучше. Но интересно, как бы будет вниз. Сразу скажу, что из тех моментов, где здесь удешевили точно, это колеса. Они не могли здесь за эту стоимость, это 5,5 примерно тысяч долларов, поставить карбоновые колеса. И здесь это не карбоновые, алюминиевые колеса. Это первый момент, на котором здесь мы видим удешевление. По остальному же покрышки Maxis, как и на топовых, стоят. Рама карбоновая. Мне этот цвет очень нравится. Может, кому-то покажется, что это муха, которая на какашках сидит похожего цвета. Но мне кажется, что этот цвет красивый. В любом случае, вживую он такой. Потому что однозначные черные серы уже надоели. Как говорит Antopel, это серия Performance Merida, типа верхней алюминиевой. То есть это не карбон, но это хорошее алюминиевое оборудование. Там, где стоит верхний карбон, напомню, что цена таких велосипедов, где карбоновые колеса и все остальное, примерно 10 тысяч. Это в два раза больше, чем этот. Поэтому, конечно же, разница чувствуется значительно в деньгах. Еще интересный момент, который мы заметили. Сзади ротор двухкомпонентный Ice Technology, радиаторный. Все эти тормоза, все дела. Четырехпоршневые ксишки. Но тут ротор спереди стоит уже другой. Не такой, типа Ice Technology. Возможно, он тоже Ice Technology, но на нем нигде об этом не пишут. И он по-другому выглядит. И это не только на моем веле, на других. Вот ровно так же. Хочу заметить, что эти велосипеды идут только на 27-х колесах. На 29-х их пока не делают. Но Antopel сегодня сказали, что эту проблему можно решить самому. Каким образом? Поставить при 29-е колесо. Только вперед? Да. Это будет достаточно? Посмотрим, я буду себе делать, наверное. Да, ребята, я недавно говорил о том, что на электровелоксе спереди 29-е за 27-е. Это очень классный такой микс. Вообще шикарный микс. И да, как вариант, поставить себе спереди 29-е. Конечно, хоба отыскать где-то отдельно 29-е колесо. Но учитывая то, что надо только одно. Почему нет? Из приятных мелочей, которые идут и здесь, и на OneFot, это мультитульчик, который сзади встроенный прям в сидушку. Но его здесь нету. Кто-то потерял, наверное, Хосе на этом велике прокатился. Он любит терять эти штуки. И шестиграничек, который встроен вот так вот в задний эксцентрик. Это был не Хосе. Поднялись. Вот это наша точка старта примерная. И это очень высоко. Здесь прохладный ветерок. Все очень хорошо. Но это очень высоко. И впереди нас ждут очень крутые трейлы. Это дыхашный спуск, как нам сказали. Будем проверять. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Очень много какашечек здесь, ребятки, так что надо быть аккуратней. Ребята, здесь такие мины, такие мины. Вот тут, ребята, пошли отличные питчбеки, поворотики и очки вниз. Очень техничные треллэс. Надо ловить свою линию просто. О, бля, я поймал линию. Блин, здесь коровье какашки. Поехали дальше. 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 Я тут даже перелечь успел не было. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали! Поехали! Сцепления вообще просто нет! Поехали! 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 Оп, споймал. Как тут все уходят, но мы на одной ноге поднялись. Едем дальше. Все, ждем, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И до скорых встреч!